Телефон горячей линии прокуратуры Сергийского района 218-46. Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Закон и право» и сегодня на наши вопросы ответит помощник прокурора Кадатский Павел Сергеевич. Здравствуйте, Павел Сергеевич. Павел Сергеевич, тема нашей сегодняшней программы – это такое страшное и, к сожалению, в последнее время довольно распространенное явление, как терроризм. Расскажите, пожалуйста, какие нормы законодательства направлены на борьбу с данным проявлением в Российской Федерации? Экстремизм и терроризм в любых формах своих проявлений превратились в одну из самых опасных проблем, с которыми человечество вошло в 21-е столетие. Терроризм представляет реальную угрозу национальной безопасности страны, поэтому проблема противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации – это одна из наиболее важных задач обеспечения безопасности на государственном уровне. Российское законодательство, как международное, так и государственное, ориентировано на охрану прав личности, обеспечение стабильности государственных структур. И в настоящее время имеется в Российской Федерации ряд нормативно-правовых актов, содержащих нормы, обеспечивающие борьбу с распространением экстремизма и терроризма. Правовая основа борьбы с экстремизмом и терроризмом составляют Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральный закон о противодействии экстремистской деятельности, Федеральный закон о противодействии терроризму. И положение статьи 13 Конституции Российской Федерации запрещает создание деятельности общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основы конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, а также подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной или религиозной розни. Также часть 2 статьи 29 Конституции не допускает пропаганду или агитацию, возбуждающую социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. В вышеуказанных основательных актах содержатся правоопределения, организационные основы противодействия экстремистской или террористической деятельности, в частности под терроризмом понимается идеология насилия и практика воздействия на общественное сознание, на принятие решений органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, которые связаны с устрашением населения или иными формами противоправных насильственных действий. Экстремист же представляет собой возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а также пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по социальному, расовому, национальному, религиозному или языковой принадлежности или отношению к религии. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает такие противоправные действия экстремистского характера, как нарушение законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания в религиозных объединениях, это статья 5.26 КОАП РФ, пропаганда и публичные демонстрирующие нацистские атрибутики или символики, это статья 20.3 КОАП РФ, производство и распространение экстремистских материалов, это статья 20.29 КОАП РФ, которые влекут за собой административные штрафы и аресты. В УК РФ совершение преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной, религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-то социальной группы рассматривается в качестве оттягчающих обстоятельств. Кроме того, УК РФ предусматривает отдельные виды преступлений, имеющих экстремистский характер, независимо от наличия квалифицирующих признаков и оттягчающих обстоятельств, такие как статья 280, это публичный призыв к осуществлению экстремистской деятельности, статья 282, возбуждение ненависти, либо вражды, равное унижение человеческого достоинства, статья 282, прим. 1, организация экстремистского сообщества, статья 282, прим. 2, это организация деятельности экстремистской организации, и статья 357, геноцид. Указанные выше преступления наказываются штрафами, арестами, обязательными работами или лишением свободы вплоть до 20 лет, а также пожизненным лишением свободы. Действия и преступления, имеющие террористический характер, регулируются исключительно УК РФ, а именно статья 205, это террористический акт, есть совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление иных общественно опасных последствий. Если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, либо оказания воздействия на принятие решения органами власти, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. К преступлениям террористического характера, помимо собственно террористического акта, закон относится к содействию террористической деятельности, статья 205, прим. 1 УК РФ, публичный призыв к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма, статья 205, прим. 2 УК РФ, захват заложника, статья 206 УК РФ, заведомо ложные сообщения об акте терроризма, статья 207 УК РФ, организация незаконного вооруженного формирования или участия в нем, статья 208 УК РФ, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, статья 277 УК РФ, и нападение на лица или учреждения, которые пользуются международной защитой, статья 360 УК РФ. Данные преступления влекут за собой наказание в виде лишения свободы на разные сроки, вплоть до 20 лет, а также пожизненное лишение свободы. О чем необходимо помнить каждому человеку нашего общества, чтобы как-то обезопасить себя и своих близких от этого страшного явления? Опасность террористического акта заключается в том, что к нему невозможно подготовиться заранее, поэтому гражданам следует всегда быть на стороже. Никогда не принимайте от незнакомцев пакеты и сумки, не оставляйте свой багаж без присмотра. Если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте, опросите людей, находящихся рядом, постарайтесь установить, чья она или кто ее мог оставить. Если хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю. Если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома, и его владелец вам неизвестен, немедленно сообщите о находке в отделении полиции. Если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, медленно сообщите о находке администрации соответствующего учреждения. Во всех перечисленных случаях ни в коем случае не трогайте, не скрывайте, не передвигайте находку, не предпринимайте самостоятельно никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами. Это может привести к взрыву. Зафиксируйте время обнаружения находки, незамедлительно сообщите в территориальный орган полиции, примите меры по недопущению приближения людей к подозрительному предмету. Постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной находки. И обязательно дождитесь прибытия оперативно-следственной группы. И не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем. Разъясните детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность. К террористическому акту вообще невозможно подготовиться заранее, я уже сказал, поэтому следует быть на стороже всегда. Следует проявлять особую осторожность на многолюдных мероприятиях с тысячами участников в популярных развлекательных заведениях, торговых центрах. Обращайте внимание на подозрительных людей, на предметы, на любые подозрительные мелочи. Сообщайте обо всем подозрительным сотрудникам правоохранительных органов. Спасибо, Павел Сергеевич, на сегодня это все вопросы. Это была программа «Закон и право». Смотрите нас каждую неделю на телеканале «Радуга-3». Будьте в детстве. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова